Бахамар Бахамар Бахамские острова в окружении Кайос, коралловых рифов над поверхностью моря, расположены менее чем в 50 километрах к югу от Флориды. Неудивительно, что американцы составляют большинство приезжающих на Бахамы туристов. Тысячи приезжих. При таком природном богатстве приходится мириться с их нашествием. Вот уже много десятилетий туристический бизнес является основной статьей доходов островного государства. Столица, порт Нассау, расположенный на острове Нью-Провиденс, принимает на себя первую волну отдыхающих. Именно здесь причаливает большинство плавучих отелей. Трудно представить, что еще 250 лет назад здесь было пиратское логово, откуда корсары отправлялись в разбойничьи рейды по Карибскому морю. Современных мореплавателей встречают горячие ритмы, которые располагают к развлечениям. И такая раскованная атмосфера только на руку портовым магазинчикам и тавернам. Туристы проще расстаются с денежными знаками. Доморощенные артисты, поодиночке или объединившись в ансамбле, в нескольких метрах от причала проверяют вновь прибывших на щедрость. Из более 300 тысяч жителей острова, почти две трети проживают в столице, Нассау. Большинство работает в магазинах и барах, а на выходные возвращается в родные места. Небольшие, неосвоенные туристами клочки суши, откуда они родом, повсеместно называют «фэмили айлэндс» – семейными островами. Большинство населения составляют чернокожие потомки рабов из Западной Африки. У белого меньшинства – английские, ирландские или американские корни. Перед тем, как Содружество Багамских островов получило независимость от британской короны, а произошло это в 1973 году, оно пережило немало бурных исторических событий. На Багамах сохранилось множество символов колониальных времен. Одним из них является королева Виктория, увековеченная в камне перед зданием парламента. Официально британской колонией Багамы стали в 1783 году. Но империя подчинила себе архипелаг уже в 1718 году, под видом борьбы с пиратством в находящемся под ее контролем регионе. Британцы начали эту борьбу довольно странным способом. Губернатором Багам они сделали пирата, некоего Вудса Роджерса. В конце XVIII века архипелаг принял довольно большую группу переселенцев из Америки. Они обогатили острова культуры земледелия и рабами. Когда в 1834 году рабство искоренили, плантации лишились бесплатной рабочей силы и вместе с тем процветания. Туризм и банковские услуги, две опоры местной экономики на данный момент, заметно повлияли на облик города. Вдоль респектабельной Бэй-стрит расположились отели, дорогие бутики и представительства финансовых корпораций. Магазины беспошлиной торговли притягивают. Ассортимент не сильно отличается от того, который представлен в бутиках по всему миру. На прогулочной набережной много достопримечательностей. Здесь есть музей, посвященный работорговле. А прямо напротив него старинный отель British Colonial, запечатленный в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Операция «Шаровая молния». У этого места нет проблем с посещаемостью, хотя отель предлагает уже не лицензию на убийство, а возможность загара на собственном пляже. Цель номер один для туристов из Флориды – это «Стромаркет» с его гигантским выбором изделий ручной работы, прежде всего корзин и соломенных шляп. Для некоторых ярмарка – это экзотика, которой лучше любоваться издалека. Но подавляющее большинство приезжих, поддавшись зову шопинга, на многие часы застревает между ларьками. И чего здесь только нет. Сумочки, футболки, платки, парики исчисляются сотнями и тысячами. По изрезанным морщинами лицам стариков, кажется, можно прочесть все трудности, которые им довелось пережить. А вот молодежь верит в беззаботное будущее. Чтобы достичь высот Майкла Джексона, надо тренироваться с самого раннего возраста. А вообще это позволяет прилично заработать на карманные расходы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Багамские женщины примут индивидуальный заказ, если вы не найдете товара по сердцу. В нескольких сотнях метров от рынка находится собор Святого Креста, одна из старейших церквей Нассау. Багамцы очень религиозны, 90% населения христиане. На отдельных островах сохранились древние культы Вуду. Перед резиденцией губернатора с 1830 года возвышается статуя Христофора Колумба. Губернатор является официальным представителем британской короны, но исполнительная власть принадлежит правительству, которое формируется из членов партии, победивших на выборах. Формально Багамы являются членом британского содружества. На отдельных островах власть представляют комиссары правительства. Чем дальше от Нассау, тем сильнее стремление к автономии и к большему участию в решении государственных вопросов. В середине XIX века Арка Джордж представляла собой границу между центром Нассау, населенным белыми, и Грэнстаун, районом, где доминировало чернокожее население. К вечеру чернокожие обязаны были покинуть Белый сектор через эти ворота. Гребень этого холма, Проспект Ридж, продолжал границу, разделявшую белых и черных, бедных и богатых. Даже сегодня заброшенные районы для чернокожих называют отдаленными. Туристы туда не забредают. С водной башни открывается эффектный вид на порт Paradise Island. При постройке Форт Финнкасл вероятно использовался остов корабля. Несмотря на бурное прошлое Нассау, стены форта никогда не подвергались испытанию. Географическое расположение Багамского архипелага, огромное число островов и береговых бухт притягивало пиратов и разного рода авантюристов. И не только в далеком прошлом. В эпоху сухого закона в США в Нассау нашли прибежище контрабандиста и перевозившие алкоголь. 66 ступеней соединяют старый форт с городом. Они были высечены в скале рабами в 1793 году в честь королевы Виктории. В пяти километрах от центра есть кое-что для жаждущих экзотики. В подводной обсерватории на Коралл-Айленд не нужно уметь нырять, чтобы полюбоваться тропическими рыбками в естественной среде обитания на глубине 7 метров. Неглубокое и тёплое море, омывающие Багамы, это идеальная среда для тысяч видов рыб и кораллов. Некоторые морские жители обитают лишь на мелководье при солнечном свете. В этом климате и на этой географической широте фауна чрезвычайно многообразна. Важный момент экскурсии по супераквариуму – ежедневный ритуал кормления скатов. Под наблюдением профессионала гости тоже могут поучаствовать в кормлении. Не бойтесь, скаты не кусаются, если вовремя получают своё. Даже такой большой и благоустроенный аквариум не в состоянии передать всё разнообразие форм жизни на коралловых рифах. Но можно стать дайвером и открывать глубины вне аквариума. Барьер-риф, окружающий соседний остров Андрос, это один из крупнейших коралловых рифов в мире. Буйство красок – удивительное богатство форм и размеров. Продолжение следует... Самым популярным местом отдыха на Нью-Провиденс является пляж Кейбл-Бич, который называют Багамской ривьерой. Береговая полоса к западу от Нассау была открыта для массового туризма в 50-е годы прошлого столетия. Параллельно пляжам тянется длинный ряд отелей и ресторанов. Наиболее популярны здесь Нассау Мариот и Кристалл Пэлэс Касино, в котором ищут части рабы рулетки и блэк-джека. Приятно подремать под пальмой после ночных возлияний, но немало и тех, кто предпочитает более энергичное времяпрепровождение. На широком пляже хватит места для грез всех желающих. Парадайз Айленд Бридж, который туристы называют просто мост, соединяет этот райский уголок с Нассау. Кроме того, с острова каждые полчаса прибывают небольшие паромы. В цену билета входят эти прекрасные виды. На Кэббидж-Бич экзотические картинки из каталогов становятся реальностью. Один из прекраснейших пляжей Багамских островов протянулся вдоль побережья Парадайз Айленд райского острова. Белоснежный песок, кристально чистая бирюзовая вода и безоблачное небо. Что еще нужно для счастья? Кажется, этот рай тянется до горизонта. Во всяком случае, гулять по нему можно бесконечно долго. Те, кто предпочитает активные виды отдыха, не будут здесь скучать. Пункты проката и школы, обучающие водным видам спорта, открыты для любителей парусного спорта, серфинга, подводного плавания и парасейлинга. Хитом сезона который раз становятся быстрые скутеры. Идеальное транспортное средство для того, чтобы впечатлить женскую часть общества. пляжное кафе знаменитого отеля «Атлантис» соблазняет фантастическими коктейлями. А здесь миф об Атлантиде принимает реальные черты. Водопады, искусственные лагуны с тысячами морских животных, бассейны с пресной или морской водой. На фоне этого удивительного комплекса меркнут все прочие достопримечательности «Парадайз Айленд». В отеле более 3000 номеров, 50 ресторанов, баров и кафе. И самое большое в Карибском регионе – казино. Даже самый прихотливый гость здесь не заскучает. «Парадайз Айленд» Жителями гигантского аквариума под открытым небом можно любоваться с разных точек и даже прогуливаясь по гостиничным коридорам. Вся пестрота морского мира буквально на расстоянии вытянутой руки. «Парадайз Айленд» «Парадайз Айленд» «Парадайз Айленд» «Парадайз Айленд» «Парадайз!» Современная Атлантида предлагает гостям впечатляющий выбор развлечений, но на Paradise Island есть и другие интересные места. Харикейн Хоул – один из самых фешенебельных яхтенных портов на Багамах. Команды многомиллионных по стоимости яхт полируют свои суда до блеска. Хозяева яхт зарабатывают иначе – на банковских вложениях и процентах с инвестицией. Багамы – известный офшор. Здесь нет налога на доходы, на прибыль с капиталов, на наследство и дарение. Фирму можно зарегистрировать быстро и анонимно, и здесь не требуют декларации о доходах. Льготные условия ведения бизнеса привлекают на острова тысячи инвесторов со всего света. Для состоятельных людей здесь возможно всё. Остров Paradise Island выкупил в собственность умерший в 2008 году миллиардер Хантингтон Хартфорд. Также он выкупил у пресс-магнатов Вильяма Хёрста, привезённые из Франции руины средневекового монастыря. Камень за камнем монастырь был возведён здесь заново. Прекрасный вид с монастыря расслабляет и наполняет гармонией. Легко мечтать, когда мимо проплывают роскошные яхты. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Великолепный сад позади монастыря создан по образу парижского Версаля. Это каприз шведского предпринимателя и миллионера Акселя Веннергрена. С высоты своего постамента знаменитый путешественник Ливингстон следит за порядком в парке. На маленький соседний островок Блю Лагун Айленд можно добраться только вплавь. Для чего сюда ехать? Хотя бы для того, чтобы составить о Парадайз Айленд более полную картину, ведь его состоятельные жители тщательно охраняют свою личную жизнь. Продолжение следует... С этой перспективой открывается ряд стоящих бок о бок роскошных вилл. Кто из нас не мечтал иметь в своем распоряжении остров? Хотя бы на пару дней. На Багамах нет каприза, которой нельзя было бы исполнить. В этом месте голубизна моря словно насыщена с помощью компьютера. Название Блю Лагун, Голубая Лагуна, не удивляет. И уж в Голубой Лагуне сюрпризы ожидают наверняка. Такие, например, как купание с дельфинами. У нас есть редкая возможность пообщаться с умными морскими млекопитающими напрямую. Основателем и руководителем этого необычного водного парка является иммигрант из Германии Альфред Майстер. Дельфины встречают нас уже у причала. Но для более близкого знакомства необходимо отправиться на другую сторону острова. Животные любят покрасоваться перед приезжими. Тем более, что после каждого трюка можно рассчитывать на лакомство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встреча с дружелюбными дельфинами – запоминающееся событие в жизни. Ради него можно не жалеть денег на поездку в Блю Лагун. Багамы располагают идеальными условиями для рыбалки в открытом море. В местном календаре запланировано около 40 соревнований, привлекающих рыбаков-профессионалов со всего света. Чаще всего на крючок здесь попадаются золотые макрели, а везунчики вытаскивают из воды голубых марлинов или даже рыбу-меч. Все приелось, не хватает адреналина, тогда пора на однодневную экскурсию на острова Эксума, до которых 60 километров. «Вам предстоит день, который вы будете вспоминать много лет», – обещает капитан. Наше судно с двигателем в тысячу лошадиных сил летит по волнам. Поход за экзотическими впечатлениями обойдется каждому в 150 долларов. После часовой поездки мы добираемся до первой цели. Алан Скей является частью природного заповедника Эксума. Его площадь – 455 квадратных километров, а создан он был с целью охраны редких видов растений и животных. В романтичной бухте с прозрачнейшей водой мы встречаем созданий из парка юрского периода, но в мини-версии. Это большие игуаны, которые нашли здесь для себя одну из последних убежищ на планете. Следующую остановку мы делаем в Казахстане. Следующую остановку мы делаем в Казахстане. на девственном коралловом рифе, расположенном вдали от популярных туристических маршрутов. Каждый участник экскурсии получает профессиональное оборудование для дайвинга. После краткого инструктажа мы погружаемся в лазурную бездну. Вокруг нас фантастический, красочный подводный мир. Температура воды – 28 градусов Цельсия. Она способствует буйной вегетации. Казахстане 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 На дне мы можем набрать отличное меню для обеда. Раковина гигантского стромбуса, а точнее ее содержимое – это знаменитый деликатес багамской кухни. В лагуне капитан прибавляет скорость. Через 15 минут бросаем якорь у его личного островка Ship Channel K. Высадка в этом робинзоновом краю венчает наше романтическое путешествие. Одинокая хижина на краю сказочного пляжа с теплым песком и бирюзовыми волнами – воплощение рая на земле. На пляже появляются нежданные гости. Первым приплывает скат. Привыкнув к регулярным визитам туристов, он пунктуально является в обеденное время. Благодаря туристам его плоское брюхо может немного пополниться, и поэтому он позволяет себя гладить. Спустя несколько минут привлеченные запахом еды появляются акулы. Разумеется, их лучше не гладить, а перед купанием лучше лишний раз убедиться, что поблизости нет этих хищников. Лазурные воды у Багамских островов и Большой барьерный риф Австралии считаются самыми плотными ареалами обитания акул. Ни мелководьев 40 сантиметров, ни толпа людей хищников не пугают, особенно если они голодны. Большой барьерный риф Австралии К счастью, на сушу акулы не выходят, и нашему обеду ничто не угрожает. Салат из моллюсков – национальное блюдо жителей Багам. К содержимому раковин добавляют паприку и мелко нарезанную луковицу. Все ингредиенты должны полежать в пикантном маринаде. У любителей приключений в духе Робинзона Крузо есть возможность исследовать холмы с девственной растительностью. На Багамах у состоятельных туристов есть возможность почувствовать себя первооткрывателями. Самым лучшим и определённо самым модным способом осмотра островов, хотя и не самым дешёвым, является так называемый «айленд-хоппинг» – перемещение между островами по воздуху. Здесь достаточно миллионеров с частными самолётами. Не столь обеспеченные путешественники могут нанять самолёт вместе с пилотом на близлежащей Флориде. С высоты птичьего полёта можно охватить весь масштаб удивительной красоты архипелага. Море, растительный мир островов и прибрежные коралловые рифы образуют поразительную композицию. На радаре появляется четвёртый по величине остров Багамского архипелага – Большая Багама. Благодаря гигантским инвестициям в строительство фабрик, промышленность стала здесь наряду с туризмом важнейшей отраслью экономики. Фрипорт – второй по величине город Багам. Это прежде всего промышленный центр и только потом курорт. Больше всего у туристов популярен Интернешнл Базар с магазинами и ресторанами с разнообразной этнической кухней. Указатели позволяют отыскать нужный путь в лабиринте улочек. Казино «Принцесс» очаровывает своим фасадом в восточном стиле, будто из сказок «Тысяча и одной ночи». Это, без сомнения, самое красивое здание в городе. Остров можно осмотреть самостоятельно. По дороге на западное побережье стоит подольше задержаться на пляже Баконир-Клаб. Его оттеняют тысячи кокосовых пальм, не так часто встречающихся на Багамах. Вест-Энд Вест-Энд – это самое старое поселение на острове. О временах расцвета, которым городок обязан сухому закону в Соединенных Штатах, остались лишь воспоминания. Население с той поры сократилось с нескольких тысяч до нескольких сотен человек. Когда по другую сторону моря алкоголь был запрещен, контрабандисты из Вест-Энда творили чудеса, стремясь обойти закон. Старинные склады спиртного сегодня хранят пустые раковины моллюсков. При въезде в только что построенный порт для пассажирских лайнеров находится необыкновенный ресторан «Пир Уан». Сюда стоит зайти вечером. В меню доминирует, как можно догадаться, рыба. Специализация ресторана – блюдо из акулы. Поглощая нежный стейк из акульевого мяса, гости могут наблюдать за кормлением хищников, которые уже завтра сами станут блюдом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Популярностью у приезжих пользуется городок Лукайя с живописной яхтенной пристанью в окружении дорогих отелей и резиденций. Центр города обозначен рынком, который с одной стороны ограничен молом, а с других – окаймлен красочными барами и тавернами. На пляже каждому найдется местечко. На южном побережье одна бухта соседствует с другой. Принцесс-бич считается одним из красивейших пляжей. Отсюда можно отправиться в открытое море на корабле. Незабываемым развлечением станет купание с дельфинами. Самое быстрое и удобное транспортное средство на побережье – открытые автомобильчики типа «Багги». Больше всего места для кросса по песку на обширном и пустынном побережье Ксанаду-Бич. Берег залива лежит в тени карибских сосен. «Багганы» «Багганы» на багамах левостороннее движение память о временах господства британской империи биологи насчитали на архипелаге 1400 видов растений около 120 из них растут только здесь к сожалению с каждым годом все больше видов становится вымирающими между портом и заповедником раскинулся ботанический сад основал сад в пятидесятые годы прошлого столетия предприниматель воли с гроуф на 40 тысячах гектаров земли взятых в аренду британской короны он обязался обустроить инфраструктуру которая могла бы привлечь инвесторов так и вышло новые города фрипорт и лукая начали развиваться стремительными темпами прекрасный сад для пеших прогулок заложенной основателем городов раскинулся на поверхности в четыре с половиной гектара его украшают великолепные пруды водопады мостики часовинка и стильные беседки в саду успешно прижилось более пяти тысяч видов растений это башенка словно предназначена для влюбленных трудно вообразить более романтичное место для клятв в вечной любви национальный парк лукая расположен в 20 километрах от города на территории в 16 гектаров можно полюбоваться всеми ландшафтными формами представленными на архипелаге поскольку бен скейф является частью самой протяженной системы подземных пещер в мире ради нее стоит свернуть в кусты среди буйной зелени можно найти травы для лечения самых разных болезней жители островов отлично разбираются в лечебных свойствах растений и передают свои знания из поколения в поколение преодолев полтора километра мы оказываемся на гол трог бич одном из наиболее красивых пляжей на багамах к нему примыкает заболоченная территория поросшая мангровыми лесами которую можно пересечь на лодке или каяки мангровые леса растут на прибрежных болотах богатых пищей для пернатых земноводных и рыб в конце маршрута нам открывается чудесный вид пустынного пляжа гол трог бич невзирая на рекламу в бесчисленных проспектах каким-то чудесным образом избежал наплыва массового туризма ветер рисует на песке загадочные композиции в зависимости от положения солнца они меняют свой цвет от светло-желтого до золотого и даже красного прогулка по пляжу может продолжаться бесконечно тем более что каждые несколько сотен метров бары под пальмами предлагают тень и напитки чем дальше на восток тем более дикими и пустынными будут пейзажи эти идиллические бухты остаются пока заповедными местами бухты остаются пока заповедными местами глядя на почти безлюдные пляжи трудно поверить что туризм является стержнем багамской экономики но он приносит более половины дохода бюджету островного государства финансовые услуги несмотря на привлекательные условия для иностранного капитала обеспечивают вдвое меньший приток средств экзотическая девственная природа это капитал и для будущих поколений на багамах еще много мест которые рано или поздно станут хитами в каталогах туристических агентств приблизительно половина взрослого населения багам так или иначе живет за счет туристов владелец бризер бар в местечке пеликан point типичный местный житель его работе многие позавидуют в первую очередь из-за сказочных видов даже в наиболее удаленных уголках острова приезжие получат такие желанные прохладительные напитки жаркие ритмы ну и конечно безоблачное небо и теплые волны больше всего отелей большой багамы сосредоточено на южном побережье вокруг лука и в отличие от кейбл бич в насау здесь гостиничные комплексы не стоят впритык друг другу и сильнее ощущение оторванности от цивилизации кейбл бич валяться на пляже может воспользоваться богатым выбором активных видов отдыха. Дайвинг, парусники и моторные лодки разнообразят традиционный распорядок дня. Когда все раковины собраны, а любовные романы исчерпаны, хочется чем-то взбодриться. Можно отправиться на экскурсию. Фочун Бэй Бич Клаб предлагает своим гостям экспедицию в расположенный по соседству природный заповедник Петерсон Кей. После того, как все необходимое, включая участников экспедиции, наконец оказывается на борту, лодка отплывает от берега. Нас ждет короткий получасовой рейс. Петерсон Кей занимает скромный остров, расположенный приблизительно в километре от Большой Багамы. Больше всего впечатлений здесь получат те, кто решит понырять с аквалангом. Подводная прогулка у края кораллового рифа подарит незабываемые впечатления. Необычным бирюзовым оттенком моря можно любоваться до бесконечности. Петерсон Кей – это, собственно, лишь песок, рифы и небольшая полоска зелени в центре острова. Композиция сдержанная, но тем она и ценна, учитывая, что здесь живут редкие виды пернатых. Масса впечатлений забивает чувство голода, но гид уже задумал салат из мяса выловленных моллюсков. В сыром виде блюдо выглядит не очень аппетитно, но после того, как оно полежало в маринаде, пальчики оближешь. Дополнительную привлекательность местному деликатесу придают приписываемые ему свойства афродизиака. Каждый остров Багамского архипелага – это отдельный кусочек рая. Будем надеяться, что массовый туризм не нарушит первозданной красоты этих сказочных мест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok